Первый канал опубликовал промо-ролик к чемпионату России по фигурному катанию, который стартует 22 декабря в Красноярске. В видео нет кадров с серебряным призером Олимпиады 2022 в Пекине Александрой Трусовой, однако в ролике показан Михаил Коляда, хотя ранее было объявлено, что он не будет участвовать на чемпионате России из-за проблем со здоровьем. Напомним, конфликт между Трусовой и Первым каналом стали обсуждать после этапа гран-при в Самаре, когда после выступления Трусова ждала оценок и приветствовала зрителей, комментаторы Александра Гришина и Максим Траньков обходились нейтральными фразами, а когда камера переключилась, они, судя по всему, забыли выключить микрофон, и в эфире трансляции прозвучал неожиданный диалог. «Просветите меня в политику партии, чтобы я понимал, что говорить, что нет», – попросил Гришин к коллегу олимпийского чемпиона. «Ну, Трусова все для Первого канала», – ответил Траньков. Зрители, расслышавшие этот странный диалог, немедленно заинтересовались. Что означает это все? Применительно к спортсменке сборной страны и при внимательном рассмотрении обнаружили, что Светлану Соколовскую, нового тренера Александра Трусовой, которой она ушла из группы Этери Тутберидзе, тесно сотрудничающей с Первым каналом, в эфире трансляции практически не показывали. Хотя у Соколовской в первой тройке оказались сразу две ученицы. Причем Самоделкина и вовсе лидировала. У победительницы короткой программы Софьи Самоделкиной канал не стал брать интервью после победы в короткой программе, хотя на всех предыдущих этапах всегда это делалось. Во время соревнований мужчин в трансляции не показывали Трусову, болеющую за своего парня Марка Кондратюка. Это, конечно, не обязательный элемент трансляции, но в прошлый раз канал с удовольствием раскручивал тему романа двух известных спортсменов, которые по очереди болеют друг за другом. Вечером в эфире новостей канала ошибки Трусовой были объявлены главным событием. Главной неожиданностью первого дня стало провальное выступление вице-чемпионки Олимпийских игр Александры Трусовой. В короткой программе вместо двойного акселя она исполнила так называемую бабочку, допустила оплошность на тройном флипе, одно извращение было сделано на третий уровень, а дорожка шагов и вовсе на второй. В итоге Трусова не получила даже 70 баллов. Это цитата из эфира. Зрители немедленно вспомнили, что ни на одном из прошлых этапов ничьи ошибки так не освещали. Ну а самое заметное, Александра Трусова вышла после проката к журналистам в пресс-зону и на рукаве ее куртки на месте положенной нашивки с логотипом первого канала были только торчащие нитки. Нашивка, которая была еще на этапе в Сочи, оказалась просто грубо отодрана с рукава куртки. В общем, всего это оказалось достаточно, чтобы соцсети поклонников фигурного катания, которые и так не отличаются спокойствием и регулярно видят заговоры, взорвались. Фанаты Трусовой тут же вспомнили, как много эфиров канала было посвящено Этери Тадберидзе, ее штабу и ее группе. Припомнили, какими восторженными и питерными комментаторами канала описывали каждое выступление Камилы Валиевой, даже когда она в этом сезоне раз за разом срывала свои прыжки. А тут еще агентство РИА Новости со ссылкой на источник знакомой ситуации сообщило, что Александра Трусова и Первый канал имеют давние разногласия, которые тянутся ориентировочно с февраля этого года. Предмет противоречий не разлашается. За сутки после окончания короткой программы у девушек скандал разросся настолько, что Максиму Транькову пришлось уже в соцсетях объясняться со зрителями. Экс-спортсмен, ставший комментатором, заявил, что интервью убедительницы в короткой программе он не брал, потому что в это время на арене была речь чиновников, интервью пришлось свернуть. А в ответ на вопрос, как он может поддерживать бойкот действующей спортсменки со стороны канала, намекнул, что на самом деле инициатива конфликта принадлежит Трусовой. Министр спорта РФ Олег Матыцын высказался об окончании двухлетней дисквалификации российского спорта. 16 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд САС дисквалифицировал Россию за изменения в базе данных Московской антидобинговой лаборатории. Действие санкций САС совершено. Все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом ВАДА официально проинформировала все заинтересованные стороны официальным письмом. Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение САС, в том числе по выполнению финансовых обязательств. Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог – это единственный выход из сложившейся ситуации. Наша страна неоднократно подтвердала статус надежного партнера, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьезную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Основная идея и миссия мирового спорта – объединение людей и стран, недопущение политизации и дискриминации. Мы всегда были верны этим принципам и дальше будем им следовать, казал Матыцын. Чемпионка Европы Алена Косторная дебютировала в парном катании с фигуристом Георгием Куницей. Спортсмены представили парный номер на шоу Евгения Плющенко в подмосковном Воскресенске. Они исполнили двойной выброс в поддержку и Тодос. Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в женском манерном катании Елизавета Тутамышева рассказала, какой бы хотела видеть себя через 5-10 лет. 17 декабря фигуристке исполнилось 26 лет. Уверенный в себе, успешный в чем-то еще кроме фигурного катания, с четким ощущением, что могу еще что-то делать, помимо спорта, и у меня это хорошо получается. Не знаю, в 18 лет мне казалось, что в 26 я буду иной, но прошло время и я никак не изменилась внешне, по крайней мере. Это хорошо, наверное свою роль играет лед. Лифтинг-эффект постоянный. Но если говорить не о том, какой бы я хотел видеть себе, а чего хотел бы достичь, мне бы хотелось найти дело, которое приносило бы пользу не только мне, но и всем остальным, многим людям в мире. Я ищу, я хочу, но это сложно. Если говорить откровенно, то страшно начинать что-то новое, потому что 20 лет ты делаешь одно дело, в котором профессионал, а начать что-то новое, где ты не разбираешься, не понимаешь, страшно ошибиться и понять, что это не твое. Если я что-то найду, начну и пойму, что это приносит не только удовлетворение мне, но и пользу всем, это будет классно. Вот тогда в моей душе будет гармония, сказала Токтамышева. Из этой Токтамышева также объяснила, почему не участвовала в личном турнире чемпионата России по прыжкам. Я изначально подумала, что не буду выступать, потому что понимала, что даже если получится четверный тулуп в командном турнире, то скорее всего в личном я не буду его делать, потому что устану после командника, а там все-таки надо быть в тонусе. А с одним тройным Макселем в личном мне делать было нечего, потому что девочки прыгали бы другие четверные. Поэтому решила, что спокойно подготовлюсь, тем более, что в тот момент я не совсем оптимально себя чувствовала. Это было правильное решение, сказала Токтамышева. Кроме этого, Елизавета Токтамышева рассказала об особенностях своего характера. Для меня всегда лучшее решение в неопределенной ситуации делать то, что умеешь. И не потому, что так надо. Хотя и не всегда хочется. Мне просто кажется, что в темных временах всегда нужно находить свет. А так как для меня фигурное катание свет, главное сейчас в моей жизни, то конечно я нахожу в этом отдушину. Особенно, если есть сильный интерес к тому, что делаю, к моим программам, к моему развитию как спортсмена. Я скорее совмещу все сказанное. Буду естественно на плаву, пытаться что-то сделать и в то же время не форсировать сильно. Просто плыть по течению, чтобы не питать ярких надежд, чтобы потом не испытывать сильного разочарования, если они не сбудутся. Четко понимать ситуацию и находить способы изменить что-то в своей жизни к лучшему, сказала Токтамышева. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выложила новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала кадры с фотосессии для журнала Hello. В этом году спортсменка поступила в Российский университет спорта Гзолевка. Она учится заочно. 18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона 2022-2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где ее партнерами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин. Ранее Щербакова признали спортсменкой года в России. Соперницами фигуристки в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая в Токио 2022 золотые медали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова